Кукла Маша и кукла Даша попали не в те руки. Дерзкому ограблению подвергся магазин концтоваров, расположенный в микроэнеза Озерия. Местный житель обошел своим вниманием школьные товары и остановил выбор на детских игрушках, как наиболее дорогих и, по-видимому, востребованных из всего имеющегося ассортимента. При попытке сбыть похищенное, злоумышленника задержали сотрудники органов внутренних дел. Бока. Как ли? Лицо. Как ли? Инцидент произошел в одном из отделов торгового центра на улице Тресолобова. Молодой человек неспешным шагом обошел прилавки, выбрал две понравившиеся куклы, по-хозяйски сложил их в пакет и дал деру, не реагируя на крики продавца. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как он пытался сбыть награбленное в соседней пивной. Здравствуйте. Дети маленькие есть? Да. Между тем, продавец игрушек обратилась в полицию. 34-летнего похитителя задержали, что называется, по горячим следам. Кукол при нем уже не было. Ущерб составил более двух тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим за имущественное преступление. Нигде не работает. Потому что я не могу устроиться на работу, нигде меня не берут на работу. На стройку хотел бы устроиться, на металлобазу, нигде не берут. Товар он похитил на глазах у продавца, прекрасно осознавая, что за ним наблюдает сотрудница магазина. Поэтому в полиции его действия квалифицировали по статье «Грабеж», то есть открытое хищение чужого имущества. При квалификации подобного рода преступлений размер ущерба не учитывается. Задержанный во дворе он в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В ближайшее время дознаватели будут решать вопрос о безбрании ему меры пресечения. Елена Иговцева, Телевизионная служба новостей.